Новый сезон Слободской лиги КВН открыт. Зимний кубок предстояло разыграть пяти командам. Шутить в Олимпийский год было предложено на олимпийскую тему, или по крайней мере спортивную. Начали с разминки, но и команде жюри предстояло ее сыграть. Смешные картинки в качестве повода для шуток. Команда жюри! Девушка на заднем плане, скорее всего, хотела сказать, вот это у меня шайбы. Тоже наш вариант. Дорогой я побрила под бочки. Это кастинг Гоу-Гоу в Авроре. Команда Паранойя. Олимпийский мишка уже не тот. Команда Четырнадцать школ. Дорогая, успокойся, дома обсудим все. Это российские автомеханики глазами американцев. Дрэйк Рэйсит на площади города Слободского. Тройка идет в Пермамайский и Семерках Пестовый. Команда жюри не подкачала и сорвала овации за эту шутку в разминке. Местный колорит зрители оценили. Следующий конкурс, он же решающий и заключительный. Открывали гости из Кирова, которые не раз появлялись на Слободской сцене. Команда Паранойя. Представьте себе, девушка, которая всю жизнь проработала диспетчером в такси, устроилась в парикмахерскую. Здравствуйте. Здравствуйте. Встречься как будем? Классика или полубокс? Наверное, полубокс. Машинка выезжает. Итак, представьте себе, гелер-художник на выполнение задания. Человек, который сначала делает, а потом думает. А я иду... Блин. 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 Чего ты говоришь? Да блин! Дождь. Ну, добрый вечер. Рубрика спритней шоу-бизнеса. Начнем с простого. Певица Бьянка приехала в Киров и после этого заговорила на авиадских. А чё, чё? Солист группы Крэст Пистолс приютил бомжа. Все пахнет тобой. Николай Валуев, это свидетель в Госдуме. И все, чтобы я не могу, вникаю. Певица Максим провела ночь в обезьяннике. Я не знаю, как рассказать, что это лучшее ночь. Гостей из Кирова на сцене сменила женская сборная города Слободского. Знакомые уже лица. Выступаем на сцене всего лишь второй раз и объединились абсолютно спонтанно. Как-то раз на последнем КВН, который проходил, было мало команд. И нам предложили поучаствовать. Мы как-то скооперировались и стали участвовать. К сожалению, в этот раз нами не играет Яков, который у нас был один-единственный мужчина в нашей женской сборной. Тогда расскажи, кто вы. В основном люди, которые работают. И работают в сфере культуры. У нас получилась вот такая женская сборная. Я так думаю, что фишка – это наш выход. Уже вторую игру, он будет продолжаться долго. Узнато проведение Олимпиады в России. Девочки из женской сборной подготовились. Девочки из женской сборной подготовки. Эй, куда вы ушли? Эй, ушли! Действительно, выход был долгим. Девушки преодолели немалый путь на пути к олимпийскому успеху. Ань, ты чего молчишь-то? Я чего это развелась? А что, с зубами-то у тебя? Так я это, за хоккеистом ушла. Ну, а сейчас представьте, Анна Семенович уходит из шоу-бизнеса. Еще одни гости из Кирова порадовали не только юмором, но и наличием в команде хорошо знакомой с Лобоцкой КВНовской среде девушки. В нашем университете объявили конкурс КВН. Я собрала со своего факультета команду. Я думала, что что-то будет не получаться, но на самом деле все получилось. И вот, и мы решили выступить с Лобоцком. Я предложила ребятам, они были не против. Наша команда называется Абадо Кедавра. У нас семь человек. Это все студенты Вятского государственного гуманитарного университета от факультета управления. Здравствуйте, меня зовут Лида, и я алкоголичка. Друзья, меня зовут Алексей, и я алкоголик. Я Вячеслав Андреевич, и я окоррумпированный чиновник. Вячеслав Ирминов, мы хотим удочерить этого сына. За тысячу долларов я готов подписать все документы. Вы что, мы же алкогольники, откуда у нас такие деньги? Держище непоминные. Ну, извините, я должен вам отказать. Вот видите? Иногда и коррупция творит добро. Будние домохозяйки ожидания. Реальность. Дебютировала на сцене в этом сезоне, не дожидаясь игр школьной лиги, девичья сборная 14-й школы. Девушка, вы закончили? Да. Можно теперь я взвешусь? Любую политическую ситуацию можно показать на языке, который будет понятен даже детям. Привет, иранцы! Привет, Барак Обама! Ой, узнали все-таки. А у вас есть ядерное оружие? А у нас нету! А там, что под кровать? Еще одна команда «Новичок» – «Новые в сером». Последователь чемпионов, которые носили имя «Люди в сером». Команда администрации города Слободского. И ее фантазии на тему того, что именно наш город стал столицей Олимпиады 2020 года. А у нас случай на вокзале? Раки! 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 Сладкие раки! Слышь, бабка, ты что тут делаешь? Мы делегации с зомби стыкчаем! А-а-а! Этеншн, плиз! Минимары! Минимары! Специально к Олимпийским играм в Слободском начали открываться новые объекты. Итак, представьте себе ситуацию. Губернатор Кировской области в тату-салоне. Анатолитиков не уважаемый, как в Кировской области у вас все спина. Никита Юрьевич, ну вы хоть понимаете, что в Дятские поляны у вас окажутся, ну, ну, там. Ну, а это уж и на полосебесной администрации. По традиции в каждой команде жюри определило лучшего актера, каждая команда получила диплом за победу в какой-либо номинации, а зимний кубок достался гостям из Кирова. Командиковая паранойя. Готовились к этому, но не было прям такой уверенности, что будет кубок. Надеялись, верили. Если честно, это наш первый кубок. Так что мы очень рады. Мы приезжаем сюда уже не первый раз, уже три года на все возможные кубки, на все, что мы приезжаем. Ну, чем характеризуется наша команда, мы выступаем не ради победы, мы выступаем для того, чтобы посмешить людей. Для души. Для души, для себя, то есть, и пускай, так скажем, всем людям, пусть они играют в КВН, ходят на КВН, и чем больше их будет на КВН, тем будет веселее в нашей жизни.